на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас вот такой вопрос от читателя нашего и зрителя постоянного горю желанием помочь людям что-то подсказать хочу как лучше натыкаюсь чаще всего на недовольство и раздражительность что я делаю не так ну действительно достаточно часто встречающиеся обстоятельства в жизни когда мы пытаемся что-то делать для других людей они не только не испытывают благодарности нам это не обязательно как в случае автора письма совет или какое-то наставление поучение это может быть какая-то реальная помощь но вместо благодарности мы в ответ получаем часто недовольство раздражительность и другие подобного рода негативные чувства в отношении нас самих вот что пишет по этому поводу апостол павел в послании к филиппийцам или как по-славянски это звучит к филиппесии ничего не делайте по любопрению или по тщеславию но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя значит вот что такое смиренно мудрее известное очень слово в православной аскетике о котором говорит данном случае апостол павел почитайте один другого высшим себя ну представьте себе что вы неважно в какой области другого человека почитаете в высшим себя например он лучше умеет решать задачи по математике или у него гораздо более высокие показатели в спорте или не знаю там философии в иностранном языке вы же не будете приставать к нему с советами обычно с советами с поучениями с помощью мы обращаемся к тем людям которых считаем вовсе не выше себя и в смысле когда мы лезем с поучениями к человеку который нас об этом не просил первое чувство которое испытывает человек это он видит ваша вот то о чем пишет апостол павел тщеславие или превозношение над ним ну с какой стати вот я не спрашиваю ни у кого совет на чека мне подходит начинает что-то мне такое советовать поэтому первый совет о котором спрашивает автор письма и только поэтому в данном случае дерзаю дать совет никогда не давайте советов тем людям которые вас об этом не спрашивают потому что вопрошающий он действительно открывается для вас ему действительно интересно по крайней мере ваше мнение при этом очень важно учитывать что он не обязан поступать так как вы ему посоветуете что тоже часто является причиной огорчения людей у которых спрашивают цвет вот ты меня спросила поступил по своему часто ропщут такие люди ну и что я же спросил не разрешение у тебя я не обещал что я поступлю так как ты считаешь нужно мне важно было твое мнение мне важно было твое размышление его учел я над ним подумал но решил поступить все-таки по-иному и именно вот в таком восприятии когда мы не обижаемся на людей которые не следуют нашим советам или не лезем к ним с непрошенными советами проявляется наше уважение или как говорили раньше почтение к другим людям сейчас это слово не очень-то в чести и под словом почтение мы представляем себе что-то архаичное возможно что-то из японского или какого-нибудь китайского ритуала вот на самом деле почтение слова почтение в переводе на простой русский язык значит уважение вот когда мы людей уважаем мы не будем к ним приставать в том числе не только советами на из какой бы то ни было другой помощью в крайнем случае мы смиренно и осторожно им предложим а может быть тебе можно помочь именно в такой формулировке может быть не так что может быть тебе нужна моя помощь это уже некоторое принижение человека я спрашиваю разрешение помочь если человек до горит помоги мне мне будет очень приятно если ты мне поможешь или даже совет можно давать можно я выскажу свое мнение по этому вопросу или как ты думаешь ну то есть что-то такое вот то на что человек может сразу сказать нет и это не будет обидно скажет нет спасибо я сам разберусь нет спасибо мне не нужна твоя помощь нет спасибо мне нужен твой совет и все будет хорошо когда же люди соглашаются принимать вашу помощь или ваши советы даже если они им реально нужны но они о них не просили то даже в этой ситуации возникает часто встречающаяся история когда люди не благодарят за полученные благодеяния так бывает например в семьях когда кто-то из родственников иногда это бывает мама теща или свекровь сама предлагает свою помощь сама начинает помогать организационно материально сидит с внуками но при этом собственно просьбы со стороны детей не звучит и нету благодарности и через какое-то время вместо благодарности эти самые люди начинают высказывать свое недовольство начинают высказывать свое раздражение начинают ставить свои условия и человек оказывающий помощь оказывается в недоумении как же так я же собственно не наемный вам работник я же вот просто от чистого сердца хотела вам помочь так как я хотела помочь так вот до вас в таком случае видит именно как наемного работника который должен делать то что ему прикажут поскольку собственно его же не просили поэтому не торопитесь приставать к людям со своей помощью не торопитесь приставать людям к своим со своими советами это не значит что нельзя предлагать предлагайте но смиренно и не обижаясь в той ситуации когда ваши советы или вашу помощь не принимают внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...